В минувшую субботу в Центре дополнительного образования детей и молодежи города над Бугом состоялось торжественное закрытие двух первенств. Соревнования экологических театров «Земля. Наш дом», а также конкурсы фотографий «Мир через объектив». В рамках форума состоялось чествование авторов лучших фоторабот, связанных с сохранением природного богатства. На суд зрителей также были представлены четыре спектакля, где главные герои – представители флоры и фауны, а также неодушевленные составляющие природного ландшафта. Подобное перевоплощение помогает мальчикам и девочкам глубже понять самим и достоверно передать окружающим то, о чем не может рассказать сама природа, о ее проблемах и о том, какой вклад каждый из нас может внести в сохранение природного богатства. Непосредственно через экологические театры мы показываем, как нужно относиться к природе, как дети выражают эмоционально свое отношение к бережению природы. И, естественно, через воспитание любви к природе мы воспитываем любовь к своей родине. Уже не первый год в качестве одного из организаторов конкурса выступает Инспекция охраны природных ресурсов и окружающей среды. Не стал исключением и нынешний экологический форум. Ребята имели уникальную возможность пообщаться с людьми, для которых сохранение нашего национального достояния – профессия и дело жизни. Разговор, что все начинается с детей. И как будут воспитаны дети, так оно в дальнейшем, как уже более взрослые люди будут поступать и относиться к окружающей природе. Несмотря на юный возраст, участники экологического первенства неподетски серьезно и взвешенно отвечают на вопрос, почему так важно сохранять природное богатство и чем грозит человеку безответственное отношение в вопросах, касающихся окружающей среды. Ребята прекрасно понимают, что здоровье каждого из нас в первую очередь зависит от здоровья природного и его поддержания – наша общая задача и обязанность. Природа у нас одна, и нужно ее беречь, потому что потом такой прекрасной природы у нас не будет. Мы хотим сказать людям, чтобы они берегли нашу землю, потому что то, что мы портим, оно никогда не возвратится.